Аргумент 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 Отлетают их цветлые души Словно чайки в полете легки Никому не добраться до суши Помолитесь за них, моряки Никому не добраться до суши Помолитесь за них, моряки Над водою соленой от горя День полярный горит синевой Для похода в студеное море Корабли собирает подвой Там грохочут салюты прибоя И намокшие додут венки Это те, кто закрыл вас собою Помолитесь за них, моряки Это те, кто закрыл вас собою Помолитесь за них, моряки Вот такие печальные страницы Саша, вот скажи, там вот начинается строчка Аргумент в неоконченном споре Аргумент в неоконченном споре? Да, я вот думал, думал Потому что в годы Холодной войны скрывались эти все подвиги этих людей Потому что распространялась такая, значит, версия Что мы и сами победили, что советники нам только мешали воевать А вообще не помогали Это вредная версия, а сейчас, слава богу, уже антиисторическая проверкнута А споров было много на этом, поэтому Вот Ну, придем к что-нибудь более веселому Ну, ребята, вот вы пользуетесь счастливой возможностью Да Например, вот мы очень долго дискутировали на тему Только все-таки Атлантида-то была, Саш? А, да, была Значит, да Есть одна легенда, которая морочит голову людям уже три тысячелетия С которой я тут на Старый Серед связался У меня на Старый Серед поехала крыша, видимо Я начал верить в сказки Ну, вот это довольно интересно И дело в том, что в далеком 1984 году Я принимал участие в экспедиции в Северную Атлантику И погружался Я раз в 15 погружался на подводных аппаратах Ну, это наш институт же аппарат Вот тот, который на Байкале Путина погружал Тот, который на Северном поле сейчас погрузился И даже, вот, вы видели, если фильм, этот самый, «Титаник» Ну, его снимали с нашего аппарата Тоже, вот, Камерон снимал, да Вот, ну, и я, поскольку я там несколько раз погружился И в частности, вот, на той из подводных гор в Северной Атлантике Я, значит, мы нашли там, как бы, развалин древнего города И возникла легенда снова про Атлантиду У меня есть фильм про это, кстати Вот я, может, как-то сюда приеду, покажу Я сейчас не столько с песнями выступаю Сколько показываю фильмы мои, мои научные, популярные Если кто-то видел телеканал «Культура», вот, несколько лет подряд Три-четыре моих фильма прошло «Атланты в поисках истины» В том числе фильм «Сколько миль до Атлантиды» Вот, и действительно, вот, до сих пор непонятно Потому что так эта легенда осталась неразгаданной Но я верю, что она, что Атлантида была, конечно Ну, то, что вы спускались там, все это видели Ну, видели что-то такое непонятное Но, ну, вот, но это, ну, вообще, это вообще отдельная тема для У меня, я читаю лекции про это дело У меня много статей, докладов было на эту тему Есть фильм на эту тему Ну, это, так сказать, я верю Вообще-то, лучше в сказке верить Не только в Атлантиду Не только в Атлантиду Я вот сейчас, вот, у меня издательство «Эксмоис» такое Заказало книжку «Мифы и современная наука» Я говорю, что, когда поехала, вот, я стал сказки анализировать Вот, такие вещи, как, например Ну, там, библейские мифы Значит, когда, значит, исход евреев из Египта Когда форолы посылают за ними войско И они проходят, а войско гибнет Египетское Это цунами, самый настоящий Откуда цунами? Я проанализировал все эти дела Это одновременно взорвался вулкан Санторин Кончилась Первая мировая война И погибла Атлантида Это все в одно и то же время примерно было Полторы тысячи лет до нашей эры Если верить возрастным определениям по Калиаргону Но я не буду... Ну, в общем, вообще, на самом деле Вот, не надо думать, что сказки Или там что-то такое, что это кто-то просто так зря придумал Но, например, интересный пример Вы все знаете сказку о царе Султане Которую Пушкин написал Пушкин написал ее под впечатлением рассказов Когда в 1924 году, в 1925 он там сидел Михайловским безвылазно И подвыпившая старушка Арина Родионовна Которая совсем не была старушка Рассказывала мы эти сказки Она и сама не знала Интересная вещь В 15 веке, когда венецианцы захватили остров Кипр На нем правил герцог Гвидо Прообраз князя Гвидона И ходили слухи, что он является побочным сыном Турецкого султана, царя Салтана Видите, как... А интересно, что мимо острова Буяна Царца странного Салтана Если помните строчку Русские купцы, которые торговали и выходили в Средиземное море Называли Кипр островом Буя Второй остров Буяна-то у нас в Ленинграде В моем родном там есть, на Петроградской Но это другой Вот, так что видите, как интересно Как совпадает сказка с тем, что было и так далее Или, например, вы гораздо проходили Островского, да, Александр Николаевич? Проходили Помните, в Кабанихе приходят коллеги перехожие И рассказывают ей, что Инда есть страны, где люди с пёсами и головами живут Когда испанцы в XII веке, если не ошибаюсь, открыли Канарские острова Назвали их Канарис, собака по-испански Потому что была легенда, что жители Канарских островов У них собачья головы Это оказалось неправдой Но, тем не менее, легенда сохранилась Как же вот в заметённую снегами Псковщину Михайловская Попала легенда из Венеции А, значит, на Волгу попала легенда из Испании Вон как интересно Саш, а вот твоё кругосветное путешествие на Крузенштерне Оно не было кругосветного Дело в том, что я больше 40 лет плавал в океане Плавал в океане на разных кораблях Начинается пара сня Крузенштерн Сейчас можем песенку вспомнить Это далекий 1962 год И из-за этой песни могу похвастаться Меня пожизненно зачислили в почётных членах экипажа этого судна Я свидетель Мы вместе там оказались Там была всемирная парусная регата Когда узнали, что с нами на нашем корабле Наш почётный гость Так ёлки-пялки Нас там встретили Да, неплохо, правильно Это парус, который до сих пор плавает Он самый большой в мире И он занимает первые места на парусных регатах В мире И, в общем А там была замечательная история Несколько лет назад А это же, когда идёт регата Они идут в гонку Большие корабли парусные Самые большие Красота неописуемая И вот они идут через Атлантику И вдруг какой-то корабль СОС выкидывает Запрашивает помощь А у них же гонка Они сойдут с дистанции Значит, они проиграют Там же очень важно И там 3-4 корабля Не услышали его То есть услышали, но не пошли на помощь Капитан, значит, Крузденштерн, Седов Такой был с хорошей Умершим безвременно Вот, да Он отдал приказ сойти с дистанции И идти на спасение судна Так наши моряки, они спасли судно Вернулись на дистанции Обогнали всех и выиграли гонку Видите, какие молодцы? Да И вот такая была у меня песня Про Са Крузденштерн Расправлены вымпелы гордо Не жди меня скоро, жена Давай Опять закипает у борта Крутого посола волна Под северным солнцем неверным Под южных небес синевой Всегда паруса Крузденштерна Шумят над моей головой Всегда паруса Крузденштерна Шумят над моей головой И дома порою ночною Лишь только раскрою окно Опять на метру Надо помою Тугое поет полотно И тесны домашние стены И нужен домашний покой Когда паруса Крузденштерна Шумят над моей головой Когда паруса Крузденштерна Шумят над моей головой Пущая к слепящим вспышки Горят надо мной Выше нет Мальчишки, бальчишки, бальчишки Пусть вечно завидуют мне И старость отступит Наверно Не властно она Надо мной Когда паруса Крузденштерна Шумят над моей головой Когда паруса Крузденштерна Шумят над моей головой Спасибо А вот Гушует ливень Там же ты написал Это другое Крузденштерна 63 год Новый 63 С новым годом очень интересно Во-первых Сначала другой новый год В 61 году В декабре Впервые попал на борт Крузденштерна В декабре Мы прошли Ушли мы в Атлантику На пятимесячную экспедицию Корабль был под военным флагом Значит И там дисциплина была строгая Ну и в общем Прошли мы через Северное море Где нас трепало штормами И пошли мы И шел мокрый снег И как раз в ночь 31-го На 1-е На 62-й год Когда вас никого на свете не было Ну как я понимаю Да Мы шли по проливам Ла-Манша Под Экале Который на морских картах Носит общее название Английский канал Но это не канал Это пролив И справа борта Был виден контур Полуострова Уэльс Где горели огоньки И в это время Видимо англичане Отмечали Новый год Я тогда не знал Что они Новый год Вообще не отмечают Там на западе Они отмечают Крисмас То есть Значит Рождество Крестово А у них По их католическому календарю 24-го числа